В минувшую пятницу с официальным визитом в столице Нинецкого округа побывала делегация из Татарстана, которую возглавил президент республики Рустам Миниханов. В состав делегации вошли также министр промышленности и торговли республики Татарстан Альберт Каримов и главный геолог, заместитель генерального директора ПАО «Татнефть» Раис Хисамов. Гостей встречал губернатор Нинецкого округа Александр Цибульский. Делегацию познакомили с этнографической выставкой, продемонстрировали продукцию окружной марки сделанного в НАО «Общество мясопродукты». Встретили земляков и члены татаро-башкирского землячества Тугуньяк. После теплой встречи гостей и радушных хозяев деловые переговоры в зале официальных мероприятий. Здесь прошло совещание с участием представителей органов власти Нинецкого округа и республики Татарстан. Стороны обсудили планы по взаимодействию в области образования, экономики, здравоохранения. Итогом встречи стало подписание соглашения о сотрудничестве в республике Татарстан и Нинецкого округа в экономической, культурной, социальной и иных сферах. Одним из перспективных направлений станет сотрудничество в вопросах развития телемедицины в Нинецком округе. Александр Цибульский отметил особую важность кооперации регионов для их дальнейшего развития во всех сферах деятельности. Это приносит ощутимые результаты роста для всех участников такого межрегионального объединения. Я считаю, что вообще будущее ускоренное позитивное развитие может быть только через кооперацию регионов. Самое страшное, что может быть, это такой региональный протекционизм, закрытие регионов и попытка лоббировать только интересы внутри региона. Это всегда будет менее эффективно, чем взаимодействие между регионами. Мы просто чаще говорим о том, что взаимодействие с соседними регионами, и поскольку для живущих нас здесь всегда соседние регионы более чувствительны. Но вот сегодня вы слышали, Рустам Нургалевич, и мы перечислили сходу, вот просто в развитии того соглашения, которое сегодня было подписано, наверное, десятка-полтора направлений, по которым мы точно можем найти взаимодействие. И это точно будет на пользу развития Нинецкого автономного округа, это точно принесет пользу и Республике Татарстан, поэтому в этом направлении надо двинеться. И за этим в любом случае будущее, хотим мы это или не хотим. И тот, кто первым это поймет, тот, кто быстрее в эту межрегиональную кооперацию войдет, тот на самом деле получит максимальный эффект и максимальный пользу. Один из главных вопросов, неразрывно связывающий два региона, это добыча углеводородного сырья. Тиманопечерская провинция представляет большой интерес для одной из крупнейших в России нефтяных компаний «Татнефть». На территории Нинецкого округа зарегистрировано дочернее предприятие компании «Татнефть.Нао». И здесь ресурсные важны, очень перспективные. Я, как представитель себя директоров, уже сказал, что я буду этот вопрос держать на контроле, потому что ресурсы для любой нефтяной компании – это вопрос номер один. Вопрос твоей конкурентности, вопрос твоего будущего. Поэтому те активы, которые у нас есть, а мы, как вот уже Александр сказал, здесь вторые по запасам, я думаю, что мы будем более активно работать, активно работать не только по месторождениям, и по подготовке персонала, и по подготовке геологов. Мы будем взаимополезны, мы активизируем работу нашей нефтяной компании. Также в ходе рабочей встречи главы субъектов запланировали обмен культурным опытом этнических народов, проживающих в регионах, в рамках юбилейных мероприятий, посвященных 90-летию Нинецкого округа в 2019 году и 100-летию Республики Татарстан в 2020 году.